Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В новом 2019 году мы с вами возобновляем рубрику Play Magnus. Конечно, все вы помните, что в 2018 году я дошел до 20-летнего Магнуса. Кто не помнит, заходите на плейлист, который в описании под видео приведен в качестве ссылки. Там вы найдете большое количество моих сражений с различными уровнями. Но вот дошел до 20-летнего, сыграл с ним ничью, обыграть пока не получается. Очень сильный соперник, очень неплохо знает дебютные варианты. Подловить его на некачественный вариант в дебюте не получается. Сражаюсь как могу, но я думаю, что в новом 2019 году несколько видео на эту тему выйдет. И я надеюсь, что они будут для вас полезны. Ценители данного контента на канале понимают, что полезность видео состоит именно в моих рассуждениях. Но я постараюсь вас не подвести. Итак, поехали! Итак, у меня черные фигуры. И соперник разыграл испанскую партию. Давайте гамбит Яниша сыграем. И он пошел d3. Ну что, нужно размениваться. И дальше конь f6. Сейчас пешку на e4 бить опасно, потому что когда там ладья e1 будет ход, эти связки. Можно пойти по старинке d6, а потом слон e7. Так играли в начале 20-го столетия. Но здесь есть более активный ход слон c5. А вот он ферзь d3. Пешку защитил. И сейчас нельзя делать рокировку. Потому что будет ход ферзь c4. И слон под удар попадет. Ну, здесь d6 надо ход делать. А он ферзь c4. Видите, теперь рокировку просто не сделаешь по определению. Ну, и что мне? Мне тогда нужно длинную готовить. То есть поставить слона на e6 после ферзь e7. Ну, я подозреваю на ход ферзь e7 будет какой-то ход конь c3. Вот есть вот такие варианты. У Раджабова несколько партий, я помню, были в этом варианте. Но конкретно какие-то теоретические пути я, честно говоря, уже подзабыл. Ну, ладно. Поставлю ферзя. Он конь c3. А я тогда, может быть, не слон e6, а слон d7 пойду. Посмотрим, что он будет делать. Ферзь e7. Да, видите, моментально играет конь c3. Теория какая-то столбовая здесь. Но слон e6, конь d5. Он заткнет и все. Нападет сразу на кучу фигур и пешек. Правда, может, не захочет бить, но неприятно будет. Я слон d7 тогда собираю. Да, ну тут надо бить. Теперь связка не опасная. Играю конь d4. Он бьет, видите. То есть попал на какой-то вариант такой известный. Наверное, ферзь d7 и а4. Какой смысл хода а4? Он готовится к моей длинной рокировке. Здесь надвигать пешку. Но опять я не буду уходить, потому что на черные поля при чернопольном как-то не хочется ослаблять. А вот идея в чем? В том, что он хочет сыграть c3, а потом поймать слона. То есть реально сейчас сделать короткую рокировку, это большая ошибка. Потому что будет c3, на слон c5 b4 и на слон b6 просто a5. Ну или в другом порядке. Эти ходы будут сделаны. Поэтому я думаю, что есть смысл тут a6 пойти. Классический такой подход. А вот видите, сразу слон e3. Ну у меня тут нет выбора. Просто надо бить. И открывается линия f. Партия переходит в тяжелофигурный миттельшпиль. Или эндшпиль, кто как называет. Четвертая стадия шахматной партии. Так как тут есть признаки миттельшпиля и эндшпиля. Ну мне когда-то в голову пришло, я размышлял над этой проблемой. Что если две ладьи и ферзь, то миттельшпиль. Если одна ладья и ферзь, то эндшпиль. Ну понятно, это все довольно условно. Это моя такая придумка. Вряд ли она может быть принята на вооружение. Потому что атака на короля при одной ладье и одном ферзи может быть похлеще, чем при двух ладьях и ферзи. Ну ладно. Тут мне, я так понимаю, надо ходить просто три нуля. Давайте так. Вообще надо сказать немножко об этом окончании или миттельшпиле. Рассказать какие тут принципы. Очень часто такие положения возникали в практике четвертого чемпиона мира Александра Олехина. Даже в книге Котова в Духтомнике есть глава, посвященная именно такого вида позициям. А в дальнейшем Панченко немножечко расширил эту теорию. И сказал о том, что есть четыре фактора, которые влияют в таких позициях на оценку положения. Первое это конечно положение короля. Тут очень важно, чтобы король был укрыт, потому что иначе ему мат могут поставить. Второе это наличие открытой линии. Вот сейчас намечается, кстати, борьба за линию F. Третье проходные пешки. Очень хорошо, если они есть. И последнее это слабые пешки соперника. То есть вот эти четыре фактора, их надо принимать во внимание. Так, ну хорошо. Мне, наверное, ладью надо ставить на поле F8. Эту, скорее всего, ладью поставлю. А он вторую заряжает, да? Моментально заряжает. И вот тут какая проблема? Если я заберу на F2, он бьет на F2. И потом я сыграю ферзь E7 с идеей ладья F8. То есть вот такой, как ферзь F1. И он вот так даже по Олехину, да? Вот мы уже встречали. То есть вспоминали четвертого чемпиона мира. Поставит ферзя и ладью, и там не проберешься. То есть что делать? Может ферзь E7 сразу сыграть? Потом забрать на F2 и сыграть ладья F8. Он все равно ферзь F1. Ну хоть ферзевая тогда. Давайте вот так сыграем ферзь E7. О, а он сразу так E4. Наверное, какая-то партия, да? То есть явно он что-то знает. Я хожу чисто так из общих соображений. Ну явно видно, что если все разменять, там на H7 просядет. Поэтому я сыграю G6. Не хочу H6, там ферзь G6 будет зачем. А теперь ладья F3. Ну видите, тоже тонкий ход. То есть идея в чем? В том, что на взятие на F3 следует ферзь F3. И никакого ладья F8 у меня нет. Если я начну подводить короля на E8, там какие-то такие фланговые удары, типа ферзь G4, ферзь C8 найдутся. Может даже вплоть до ферзь E6, ну в какой-то момент. Поэтому тут я, наверное, за линию F уже проиграл в сражении. Но кроме этой линии есть еще и другие факторы. Если я, например, заберу на F3, он ферзь F3. А может мне короля не на D8, а на B8 ввести. Если я заберу на F3, он бьет ферзем. Потом я типа как-то король B8, а потом где-то C6 начну. Там ладья C8 и C6. Вот такая вот идейка тут. Он пускай там перехватывает, а у меня линия C будет. А ну-ка давайте проверим. Я забираю. А вот он, смотрите, впервые задумался. Не знаю, какой это ход по номеру. Ну, наверное, так по ощущению уже где-то ход 20. Здесь он задумался. Ну, что думать? Надо ферзем бить. На взятие ладьей, наверное, просто ура. Ферзь F3, король B8, а потом как-то ладья C8 хочу сыграть. Сейчас посмотрим. Да, он побил. Ну, король D8 смысла, наверное, нет большого. Да, тут он все равно внедрится. Вплоть до ферзи G4 где-то может пойти. Но ферзи G4 сразу нельзя, но... Ну, хорошо. Приду я на E8, потом будет ферзь G4, ладья F8, ферзь C8. Оно мне нужно. Нет. Я сыграю король B8, вот так, как я хотел. А теперь посмотрим, что он будет делать дальше. Ну, кстати, где-то ходы E4 тоже был интересный. Но мне как-то не хочется пешки разрывать. А что у нас по структуре? Она симметричная. Она симметричная. Пешечная структура. Здесь я хочу сыграть C6 после ладья C8. Посмотрим, как он будет ходить. Может, E4 пойдет сейчас, чтобы не было у меня хода E4. А он ферзь F6, смотрите, сразу говорит о том, что ладейное для него приятно. Ну, наверное, так и есть. Кстати, я тут не обязан бить ферзя. Можно ладья E8 пойти защититься. Но, да, если он разменяется на E7, это неплохо, что ладья по 7-й стоит. У меня там слабости не будет. Король как-то через B6 может зайти. Но, ладейное, ладейное. Может, другое ладейное. Может, забрать. Потом ладья C8, ладья F7, C6. И там уже какая-то контрыгра. Вот эта ладейная будет интереснее. Потому что вот эта ладейная после ладей E8 и взятие там ладей F8, король А7. Король ему в центр подойдет. Стоячая какая-то ладейная. А то с контрыгрой. То есть я заберу в этом ладья C8 и C6. Пускай там забирают на D6, я возьму ладья C2, а потом уже буду есть эти пешки. И там взаимные проходные могут пойти, если он на H7 заберет. Так, ну ладно, давайте так сыграем. Ну, тут думать нечего, да? И ладья C8. Смотрите, у него открытая линия есть. Ладья намного более активна. Но все-таки у меня контрграсс C6. Вот что он будет делать? Интересно. Сыграет ладья F7? За пешкой зайдет? Или как-то по-другому пойдет? Может ли он укрепить фланг? То есть сыграть C4, а потом B3, да? То есть C4 на C6 забрать, а потом B3. Ну, в принципе, я там где-то и D5 могу пожертвовать, прорваться. То есть по линии C где-то я прорву. Смотрите, короля подводит. А мне стоит играть C6? Может мне стоит как-то короля подвести туда, а потом C6 пойти? Если я пойду король A7, то он сыграет A5. Закроет короля. На B6, B4 я могу королем не выйти. А ну-ка давайте подумаем. Если пойти C6, вот сейчас не самый удобный момент сыграть C6 случайно. Сыграют C6, он заберет на D6. Взяли, взяли, шаг отошел, забрал. Взял, ну вроде можно C6 ходить. А если он C4, то там тоже интересно. Или может короля на B6 перевести? Сыграть A5, например. А потом короля на B6 перевести. Трудный момент, конечно. Если я пойду A5, он пойдет на E2, сюда, сюда. А может он на H7 побежит? Ладно, давайте я опять сыграю, посмотрю, что будет дальше. Как он будет дальше действовать? Он может пойти на F3, я на A7, он на G4, я на B6, на G5, на C5. Тут, видите, как необычно получается. То есть обычно владейники короли стоят на месте, ладьи активность проявляют. А тут можно активности ожидать и от королей. Ну-ка давайте, подождите, давайте я так, король А7. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что он будет делать дальше? Может сыграть, например, король G4, и я пошел королем. Он же уже, в принципе, там, ну что, B35, и король может прорвать. Плохо будет ему? На E4 короля? А, он сюда поставил. А, вот в чем дело, смотрите. Король бросил пешку на C7, и я теперь не могу отойти как-то ладьей, потому что просто пешка будет съедена. То есть ладь H8, хотя, в принципе, я ладь H8 не хотел играть. Но тут, наверное, уже надо C6 ходить, потому что иначе других вариантов я уже не вижу. Может, и надо было раньше C6 ходить. Ладно, C6 сыграю, посмотрим, что получится. Наш 7 я отдаю, конечно. Он может, конечно, король G4, но там я заберу ладь H2. То есть тут уже, получается, в обжорный ряд ладьи заходят. Он на седьмую, я на вторую. Посмотрим, что получится. Если он заберет на C6, я бью ладьей. C3. А, так там же, смотрите, интересно, как. C3 на этот ход ладья B6 была. А, он так защищается. Но надо бить. Надо бить. А вот теперь интересный вопрос. Он бьет, и дальше как мне заходить за пешками? То есть я могу пойти ладья C4 или ладья C2. Интересный момент. Конечно, если король бы стоял его где-то уже на четвертой линии, ладья C2 пошел. Что-то он долго думает над естественным таким ходом. Динамичное, очень ладейное окончание. Недавно я читал книгу Гены Сосонка «Удар Пегаса». И там как раз в Фишере интересный есть момент, что Тимман встретился с Фишером. Тимман признавался, что Фишер был его кумиром в свое время. И показывал Тимман свои этюды Фишеру. Фишер очень интересовался ими и отдавал предпочтение ладейным окончаниям. То есть ладейным этюдам. Ну вот видите, ладейные чаще всего возникают. Как же ходить? Давайте подумаем. Если я пойду ладья сначала на C2, он бьет, я бью. Он, наверное, все-таки за пешкой D зайдет. Потому что это у него дальше продвинуто. Я сюда, сюда, сюда. А если у меня ладья на B2 будет стоять, то это будет интереснее. То есть имеется в виду, что надо сначала на A4 забрать, а потом на B2. И пешка уже будет двигаться вперед. А если я сначала заберу на B2, а потом на A4, пешка будет застопрена ладью. Поэтому я, наверное, сначала за A4 зайду. Такая у меня логика. Не знаю, может немножко примитивная. Но в то же время мы принимаем решение во время партии, исходя из своего шахматного, жизненного опыта, такое в шахматах, может, не видели, а придумали за доской фактически. Но вот B3 он тоже хитрый, да? То есть он таким образом мне дает понять, что на B2 я пешку его не заберу. То есть, извините, бейте сначала на B3, а потом на A4. Но у меня выбора нет. Хотя, наверное, можно и ладья C3 было сыграть, но тут не принципиально. Он все равно за пешкой D зайдет. Каю смысла бить нету. Потому что пока эти H и G дойдут, сколько он темпов потратит. Поэтому, видите, он за D6 зашел. Но у меня тоже нет выбора. Я бью. Он бьет на D6. Ну, давай бей на D6. Я играю ладья B4, а он заходит за пешкой E, да? И получается очень динамичное окончание, в котором у меня две связанные на фланге, а у него две связанные по центру. Так, надо быть внимательным. Вот тут с точки зрения выигрыша этих пешек. То есть он, в принципе, может сейчас ладью отойти и пешку D двинуть, чтобы она там не проскочила случайно. Ладья сзади не станет. Король, в принципе, может стать на B6 или B8, когда ему надо. Давайте подумаем. Если он ладья E6, я бью, он D6. Это опасно. Король B6, D7. Король C7. Тут есть такой трюк, известный как ладья D6. Но мы ладью не берем, а играем король D8. И там все фиксируется благополучно. И дальше, если B8, там при пешке на D6 будет шаг на E8 и просто D7. Ну, бью. Нет, нет никакого здесь резона отказываться от взятия. И я образовал на пол хода первым, образовал свои проходные. Он, скорее всего, бьет. И тут очень-очень серьезный выбор у меня. Выбор серьезнее не бывает. Сейчас он заберет ту пешку. Так, если он заберет ту пешку, мне можно сыграть королем, можно сыграть ладьей. Но вообще, с точки зрения продвижения своих проходных, вот это критический момент, может быть, а может быть и нет. Который надо наметить, как же ставить ладью. Ну, хотелось бы ладью сзади поставить. То есть пойти, например, ладья А2 или ладья А1 и на линию D. Это по Тарашу, это самый действенный метод. Но, правда, где-то, наверное, придется расстаться со своей пешкой. То есть ладья А2, он D6 пойдет. Там же ладья D5 будет, кстати. Я буду ходить ладья D2, он заберет, я сюда. А, ну он тогда не сможет отойти и эту пешку на D6 защитить. И напасть на мою не может. Кстати, вот это я сейчас смотрю, у меня координат нет. Я их помню так, в принципе. Но я знаю, что многие из вас так, может быть, не ориентируются в том, что я говорю. Поэтому я их навешу еще после этого. Кстати, там забавный момент на Чизкоме, когда мне пришло сообщение. Спрашивают, как у вас в приложении Play Magnus координаты можно показать. Как вам удалось их включить. Там такие дела, что это все при монтаже делается. Сейчас я их не вижу. Так, ну что, ладья А2 ходим. Просто КБ6 как-то немножко защитно. Ладья А2, он может сыграть Д6. Я сюда он забрал, и КБ6. Ну нормально. Может быть, и на А1 было точнее. Но мне как-то хочется по второй линии держать под напряжением пешки, чтобы король не сильно так изнахматый. То есть, лично мне вот такие окончания очень нравятся. И, конечно, есть и статичные окончания ладейные. Там поспокойнее, конечно, где-то на тонкостях переигрываешь. Тут, конечно, считать мне придется скоро очень серьезно. Пока что я играю так, из общих соображений. А он Е4 пошел. Видите, как интересно. А вот тут вот это, наверное, даже очень важный выбор. То есть, можно пойти, например, А4. Можно ладья Д2 сыграть. Можно король Б6 пойти. Можно Б5 даже сыграть. Но давайте подумаем, да. Одна пешка бежит вперед быстрее двух. Но с другой стороны, если она не пройдет, то я могу потом пожалеть, что она сама шла. То есть, две пешки более надежно. Но времени больше на их продвижение нужно. Ладья Д2 есть ход. А4. Ну, король Б6, наверное, не буду. Там какие-то шахи. Зачем мне это? И А4. Давайте подумаем. Если А4, то Д6. Так? Дальше. Мне необходимо играть ладья Д2. Иначе он ладья Д5 поставит. И я там уже все. Я уже ничего не смогу сделать. Вот представьте. Д6. А4, Д6, А3. Ладья Д5. Все. То есть, просто паровозом идет пешка. Как паровоз. Вперед. Значит, А4, Д6. Ладья Д2. Если упадет ладья Д5, разменяюсь. Эти сдвоины не пройдут. А4. Д6, ладья Д2. Ну, он даст шахи. Я король Б6. Он заберет, я заберу. Да? Наверное, такая позиция. Ладно, А4 сыграю. Не знаю. Может, ладья Д2 надо было, конечно, сначала. Но мне кажется, что ладья Д2 я еще успею. Хотя, конечно, если он там как-то король Е3 сыграет сейчас. О, интересный момент. А если он король Е3? Ну, король Е3, может быть, я на Ж2 заберу. Король Е3. Она же 2, Д6. Король Б8 не получится. Не знаю, как он сыграет. Да, Д6 пошел все-таки, да? Ну, я тут вынужден ходить так. Тут уже ладья Д5 угрожает серьезно. Кстати, ладья Д5 взяли-взяли. Я просто с В8 зайду, да? Я просто с Б8 зайду. А если он даст шах на А5, я сыграю король Б6. Он заберет, я заберу. Ну, в принципе, у меня будет отдаленная проходная. Пишечная будет выиграна. Такая вот партия получается интересная. Пока что так довольно быстро мы играем. Ну, король Б6 надо, да? Тут тоже, как бы тут без вариантов. Если он пойдет ладья Д5, кстати, это был бы Цукцванг. Но у меня же пешка проходная есть, поэтому вынужден ее брать. Я бью ладьей, и у меня получается отдаленная. Я, конечно, бы хотел поменять короля и ладью здесь местами. Вот тут. Чтобы ближе король был к пешке его. Но посмотрим, как он тут сыграет. То есть, может, конечно, Е5 пойти. Дальше король Е4. Довольно опасно. Если Е5. Куда я отойду? Ну, куда-то вниз отойду, да? То есть, да, в тыл к нему. А потом попытаюсь короля как-то под пешку ставить на Ц6, на Д7. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Посмотрим, что он тут придумает сейчас. Уже почти 20 минут мы играем с ним. 20 минут, возраст 20. А, ладья Ц4. Ну, вот видите, еще один типовой прием в ладейниках. Отрезание короля. Конечно, король фигура довольно мощная. Мы, конечно, короля не оцениваем. Но в одной из старых книг я нашел, что король в Эншпиле сильнее коня, но слабее ладьи. То есть, вот такой вот тихоходный, но в то же время многофункциональный король. Ну что, тут напрашивается ход ладья Ц6. Потом, если разменяться, то в пешечной вне выигран, конечно. Но он не будет размениваться. На ладья Ц6 он, скорее всего, отойдет ладьей куда-то на Д4. И, соответственно, будут вопросы. А ну-ка, давайте ладья Ц6 попробуем. Ну, в любом случае, ладья Ц6 надо, потому что иначе он просто надвигает пешку. Король Е4, и я просто проигрываю. То есть, ладья на Ц4 у него и мою разбивать. Ну, вот я думаю, а если он ладья Д4 пойдет? Как мне ходить? Король Ц5 или Король Ц7? Если ладья Д4, Король... А, вот такой шаг придумал. Интересно. Ну, тогда тут выбора нет. Тут надо только Король Ц7 ходить. Только Король Ц7. Так, ну, хорошо. В принципе, я своего добился. Того, что я... Что делать мне? А, он Х3 ходит. Ну, Х3 это ход такой... Понятный. Вот я думаю, как же мне эту пешку на Б6 поставить и Короля на Д6? Да? Так, наверное. Ну, а как еще? Можно, конечно, ладья Б6 попробовать. Но... Хотя, кстати, интересный вариант. Ладья Б6, если он отойдет на Д4, я снова ладья Д6. Хотя, положение ладьи на Д6 ничем не лучше, чем на Ц6. Я думаю, что можно сыграть Б6, Король Ф4 сюда. Король зашел. Подожди, Б6, Король Ф4. Сюда, Король, сюда. Король Е5. Он зашел. Да, кстати, вот сейчас активизация его Короля это важный момент. Как же мне пойти? Может, заранее А6 сыграть, но он тогда Е5 пойдет. Так, 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 так. Шаг сюда. Нет, это вряд ли. Ладья Б6. Ладья Б6. Потом Короля, да? То есть, ладью сюда, ладья Д4. Ладья Д6, ладья туда. Ну, ладно, давайте ладья Б6 попробуем. Посмотрим, что он будет делать. Ну, или шаг давать, или надо Д4 ходить. По четвертой линии ходить. Подождите. А это случайно не вынуждение ничьей? То есть, вот, если я, например, ладья А6 пойду. А ну-ка, смотрите. Такая красивая ничья. Вечное преследование ладьи. Ну, я не знаю. Конечно, на победу тут играть вряд ли я могу. Вряд ли могу играть на победу, потому что... А он не может играть на победу, потому что он не отдаленный. То есть, он менять ладью не может. Смотрите, какой интересный, получается, конец вот этого окончания. Так понимаю, что все, да? То есть, тут все хорошо. Я закрылся. Нет, в принципе, можно и Король Д6 сыграть. Но вряд ли он там мне проиграет это окончание. Красивая идея, даже этюдная какая-то. Я помню, этюд Ватавы, по-моему, в книге Дворецкого разобран. И там... Он, кстати, недавно мне в тактическом... И там Юсупов решал, Дворецкий говорит, что ты, говорит, варианты считаешь. Найди идею, которая не пришла тебе в голову сразу. И там просто вечное преследование ладьи. Нет, ну это ничья получается, ребята. Я такого часа не помню уже. Что вот так вот вынуждать ничью... Ну да, вечное преследование. Но, опять же, позиция примерно равная. Поэтому тут можно ее играть и так, и сяк. Но мне довольно приятно и красиво, что эта партия так заканчивается. Интересно. Не получается у него никуда ладью ввести, так? А если ее... Ну, неожиданно, честно говоря, неожиданно. Ну посмотрим, может что-то придумает здесь. Что же он придумает? Ладья Б4 и после Ладья Б6 разменяется. Ну, все. Карлсон думает. О чем он думает? О том, что тут ничья уже. Да, ну в принципе интересно с этим приложением. Потому что дебют он знает на отлично. В таких вот окончаниях тоже можно составлять ему конкуренцию. Но, повторяю, выиграть очень тяжело. То есть, это надо, чтобы он какую-то серьезную ошибку сделал. Предыдущие версии делали ошибки. То есть, и в дебюте там можно было найти какой-то вариант, в котором они ошибаются. А здесь, ну... Тем более черными. Черными, конечно, сложно. Ну, черные попались. Так, ну что? Когда он осознает, что это ничья? Когда он осознает, что это ничья? Ну, вот во времена 90-х, когда Бронштейн играл с компьютером, ничья с компьютером считалась поражением для человека. Три повторяющихся шага делает игру ничьяной. Ну, вот шага, это, конечно, переводчики тут поизгалялись. Ну, вот такая партия. Я надеюсь, что она вам понравилась. Эншпиль ладейный, довольно поучительный, интересный, активный. Скучно, я думаю, не было. Я буду продолжать этот контент развивать. И надеюсь на ваши положительные отзывы. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, если впервые видите этот канал. Спасибо, до свидания.